В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы, но ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь. Были отменены все массовые мероприятия и парад Победы не стал исключением, но события, которые все ждали с особым трепетом, все же состоялось. И вот сегодня, когда частично были сняты ограничения, дагестанских ветеранов чествовали на главной площади Каспийска. Парад смотрела и наш корреспондент Зумруд Гамидова ей слово. Утром 9 мая дагестанцы по традиции всегда собирались на главной площади Махачкалы, где проходил торжественный митинг в честь Великой Победы. В этом году главный парад республики впервые прошел в Каспийске. Подобные мероприятия не проводились в этом городе 18 лет, с тех пор, как праздничная дата была омрачена страшной трагедией. Тогда на параде 9 мая в 2002 году здесь произошел теракт. Сегодня по понятным причинам парад прошел в особом формате, без зрителей. Но это не помешало с размахом отметить знаменательную дату. Перед началом шествия гости праздника прослушали обращение Владимира Путина. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. Солдаты и офицеры вооруженных сил стройными рядами маршем прошли по главной площади Каспийска. Более полутора тысяч военнослужащих приняли участие в торжественном шествии. Феерично прошли колонны грозной боевой техники, а над площадью на небольшой высоте пролетели вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России. Но все внимание, все главные слова сегодня, конечно, им, ветеранам. Сердечная благодарность за великий подвиг, который мы помним. Это мой праздник. Я хотел такой праздник, чтобы нам было каждый месяц. Это незабываемый праздник. Дай Бог вам здоровья. Ну, поздравляю всех с таким великим праздником. Дай Бог, чтобы его больше не было такого, таких войн, чтобы не было. Спасибо. Чтобы дети жили нормально, в полу ходили, чтобы люди имели работу, вот. А чтобы не убегали, как когда-то было. С троевым шагом по Каспийской площади прошли расчеты пограничников, колонны Росгвардейцев, полиции, силы МЧС и таможни. Возглавили пешую колонну военнослужащие соединения надводных кораблей и полка морской пехоты Каспийской флотилии. А командовал парадом капитан первого ранга Сергей Якимов. В общей сложности в параде приняли участие около полутора тысячи человек. 25 единиц боевой и специальной техники, 10 летательных аппаратов, это вертолеты и самолеты. Как вы, наверное, видели, и, наверное, со мной согласитесь, все у нас получилось, все у нас удалось. И, на мой взгляд, оценку, которую заслужили военнослужащие, это отлично. Одним из первых на построение пришел председатель Союза ветеранов республики. Он поздравляет всех присутствующих и еще раз напоминает, почему так важно помнить те страшные дни войны. Когда-то фашисты планировали провести парад на Красной площади. Но вместе с этого парада парад состоялся в 1945 году в Берлине. Там, откуда началась война, там она и закончилась. Миллионы людей сложили свою голову за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава победителям. Из 180 тысяч дагестанцев, ушедших на фронт, почти половина не вернулась с полей сражений. Они погибли, защищая свои семьи, дома и свою родину. Масштабы их подвигов трудно переоценить. Они не потеряют своей значимости с годами. Ведь защищавшие нашу родину тогда спасли не только свою страну, но и весь мир от чумы фашизма. Сумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, Пурат Бигбарцев, Селиканал ННТ, Каспийск.